Глава 25 Фест, прибыв в область через три дня, отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященники, знатнейшие из иудеев, явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. «И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтоб я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. «Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока пошлю его к кесарю. А Гриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысячи начальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Субтитры создавал DimaTorzok